События вторника, 28 января, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все бегут, стараются быстрее домой, 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 домой. И цена жизни оренбурженке Наталье Богомоловой срочно нужна помощь. Откликнуться может каждый. Несчастный случай в поселке Пригородный. Там трехлетнего мальчика доставили в больницу с химическими ожогами лица и шеи первой и третьей степени. Как сообщили в региональном управлении МВД, ребенок зашел в ванную, открыл чистящее средство КРОТ и случайно вылил на себя часть жидкости. Известно, что опасное вещество в руках малыша заметила его старшая сестра и поспешила выхватить из рук брата бутылку. В этот момент чистящее средство и попало на мальчика. По факту случившегося полицейские начали проверку. Самые низкие температуры не сковали реку. В 30-ти градусные холода не замерз Урал. Об этом нам сообщили горожане. Оренбуржцы полагают, природная аномалия неспроста и в воду могли попасть химикаты. Точного места промойной зрители не назвали, поэтому нашим журналистам пришлось прибегнуть к услугам высоких технологий – беспилотной авиации. Что увидела съемочная бригада и какой результат химической экспертизы воды в эксклюзивном материале Юрия Мишенина. В процессе полета батареи прогреваются. Подготовка беспилотного самолета в 30-ти градусный мороз – дело не самое простое. Внимание каждому элементу. Ведь если что-то замерзнет, заклинит, все на смарку. Спустя некоторое время самолет готов. Взлет. Машина оборудована двумя камерами. Одна пишет видео в цифровом качестве, вторая – ходовая, передает информацию на рабочий монитор. И вот уже видно – полынья на Урале достаточно большая. При помощи современных устройств телеметрии достаточно засечь точку начала промойной, пролететь над ней, конечную точку промойной, и все будет прекрасно видно. То есть на курсовой камере данные передаются. Высота, скорость, расстояние – все это можно легко вычислить. А это видео со второй камеры. Оно отличного качества. Все четко и понятно. Урал действительно не замерз. Полынья довольно серьезная. Точно больше километра. Как такое возможно? Ведь на дворе трескучий мороз. В гидромете поясняют – именно в этом месте течение реки Урал быстрое, а потому возможны промойны. Но на всякий случай пробы воды взяли. Лабораторный анализ показал – химии нет. Результаты вполне удовлетворительные. Превышение не зарегистрировано, кроме содержания меди. 2-3 ПДК в верхней точке 2 ПДК, в нижней точке 3 ПДК. Но это носит, скорее всего, природный характер. По словам специалистов, вода в Урале уже 10 лет примерно одного качества и относится к классу умеренно загрязненной. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Между тем, морозы в Оренбурге усилились. Местами по области ночная температура опустилась до минус 34 градусов. В Оренбурге сегодня школьные занятия вновь отменили для учеников с 1 по 4 классы. По оценкам синоптиков, морозная погода продержится в нашем крае как минимум до конца недели. Как оренбуржцы переживают холода, сегодня увидел наш корреспондент Виталий Сапожников. Такой шум сейчас во всех котельных города. Они работают почти на полную мощность. Даже в сильные холода температура в домах не должна опускаться. Здесь делается все, чтобы батареи были горячими. Наш температурный график зависит от температуры наружного воздуха. Если понижение холодно на улице, мы принимаем меры, повышаем температуру, нагружаем котлы, чтобы было тепло. Для школьников младших классов вся эта неделя внеплановые каникулы. Всему виной столбик термометров. Впрочем, это не значит, что домашнюю работу им делать не придется. Задания учителя размещают на школьных сайтах. Ну а если отважная детвора все же добралась до школы, для них проводят индивидуальные уроки. Ребята, которые пришли, вот один человек, два человека, три человека, занимаются в классе в обычном режиме. Уроки идут по расписанию, они получают индивидуальные задания или консультации. И находятся в школе в то же время, как и положено. А вот кому в эти дни действительно нелегко, так это бездомным. Чтобы как-то облегчить их участь, на привокзальной площади стоит специальный автобус от социальных служб. По ночам здесь можно погреться и поесть горячей пищи. А как, холодно, наверное, без валенок? Конечно, ты что, сынок, и там холодно, и тут холодно. Самый ходовой товар на центральном рынке в эти дни – валенки. Может, и не очень стильно, зато тепло и недорого. Русская национальная обувь. Вполне себя комфортно, можно весь день в тонком носке чувствовать здесь. Даже в минус 25, даже в минус 30. У других прилавков обычно бойкая торговля замерла. Когда на улице минус 25, долгие разгуливания между рядами развлечения не самое приятное. Потому на рынок приходят лишь за самым необходимым. Ну, когда градусов 13-15, то народ шевелится лучше, больше ходит. Все бегут, стараются быстрее домой, 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 домой. Или в машины сесть. По сообщениям синоптиков, потепление на этой неделе ждать не приходится. Морозы, как и все неудобства с ними связаны, и придется перетерпеть. Немного успокаивает только то, что Оренбурж за своей борьбе с холодами не одиноко. Вместе с нами стынет вся страна. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. В связи с сильными морозами в городской администрации призывают жители Оренбурга соблюдать правила безопасности при обращении с газовым оборудованием и электрообогревателями. Кроме того, по возможности меньше использовать автотранспорт и сократить время пребывания на открытом воздухе. А вот какие советы в борьбе с холодами дают сами оренбуржцы, наши корреспонденты сегодня поинтересовались на улицах города. Варежки, шапка, куртка, кофта, степло одеться. И хорошее настроение. Шуба, варежки. А есть крем для лица, для рук, от морожения. Можно предварительно выйти на улицу и намазать лицо. К сожалению, не знаю. Сибиряк тот, кто одевается по погоде. Одеться потеплее, теплое белье нижнее. А сверху обычные, там, ну что, полушубок или дубленка. В общем, все натурально. Одевайте, может не быть. Еще один случай отравления угарным газом. Из поселка Горный в центральную районную больницу доставили целую семью. Четыре человека, а среди них и 12-летняя девочка. Уже известно, что причиной ЧП стал газовый котел. Как предполагают специалисты, он потух из-за сквозняка. Просто потух газ. И он распространился по квартире. После чего, как говорится, все жильцы данного дома получили отравление. Пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося проводится проверка. Напомню, что за последние дни это уже второй случай отравления угарным газом. Накануне мы рассказывали о происшествии на улице Туркистанской. Тогда от ядовитой смеси едва не погибли 8 человек. Древнейшая профессия снова в фаворе. Полицейские вывели на чистую воду двух девушек, которые оказывали платные интим услуги. Путан накрыли в одной из саунд Дзержинского района. Есть основания полагать, что в нее девушки легкого поведения являлись по первому требованию. Были задержаны две девушки при передаче денежных средств в размере 5000 рублей. За оказание услуг интимного характера мужчинам. Уже известно, что одна из героинь видео – жительница Бузулука. Родина другой – республика Чувашия. За распутное поведение подруг оштрафовали на 1500 рублей каждую. Правда, не исключено, что такой штраф очень быстро окупится. Ведь свои услуги ночные бабочки оценивают минимум в 2500 рублей. Полицейским предстоит выяснить, действовали ли барышни автономно, или за их спинами скрывается покровитель. Ротация кадров. Оренбург-Водоканал с 1 февраля остается без руководителя. Генеральный директор Оренбургского предприятия Сергей Журавлев уезжает в Воронеж и там возглавит местный филиал. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе Росводоканала. Причин этого назначения несколько. Основная. Оренбург-Водоканал является одним из лидеров на российском уровне. А РВК Воронеж, наоборот, нуждается в укреплении финансовых позиций. Таким образом, опыт передового оренбургского предприятия будет там востребован. Напомню, Сергей Журавлев возглавлял городской водоканал более трех лет, с ноября 2010 года. Кто будет его преемником, пока не сообщается. Как узаконить действия при эвакуации автомобилей? Оренбургские депутаты сегодня обсуждали федеральный закон о безопасности дорожного движения. Живой интерес вызвала часть, посвященная борьбе с незаконными парковками. Дело в том, что постановление не разъясняет, каким образом автомобиль нарушителя нужно задерживать. Понятие перемещения и хранения на штрафстоянке в законе попросту отсутствует. Оренбургские парламентарии этот пробел решили восполнить. Каким образом, знает Екатерина Платонова. Ежедневно с улицы Оренбурга эвакуируют десятки автомобилей, припаркованных, что называется, под знак. Далее процедура известна многим. Сначала легкий шок, мысли об угоне, затем поездки в ГИБДД, оплата эвакуатора, стоянки административного штрафа. Однако некоторые особо подкованные граждане в схеме нашли лазейку. Ведь федеральный закон не конкретизирует, как задерживать автонарушителей. Сегодня в законе Российской Федерации нет термина перемещения, который был еще в РСФСР, а сегодня в законодательстве отсутствует транспортное средство. Вот поэтому один из главных проблемных вопросов сегодня стоит. Функции определения этого разбирательства депутаты Госдумы возложили на регионы. И такой закон в нашей области есть. Правда, этого недостаточно, считают местные власти. Потому создали рабочую группу и намерены внести рекомендации поправки в административный кодекс страны. Ведь кроме перемещения необходимо определиться с пунктом хранения и тарифами на услуги эвакуаторов и стоянок. На сегодня я только приведу небольшую цифру, что на территории Оренбургской области в 14 районах вообще не существует стоянки, которые могли бы производить эту обеспечительную меру. Для нас важно, наверное, в первую очередь, возможность работать в госинспекции в полную меру и выполнять именно те задачи, которые предписаны закону. К июне текущего года областные депутаты намерены внести изменения в региональный закон о порядке перемещения и хранения автомобилей. Затем передадут свои пожелания в Госдуму. Здесь рассчитывают, что к инициативе присоединятся и другие регионы, что позволит доработать и усовершенствовать федеральный закон и навести порядок в его формулировках. Екатерина Платонова, Виктор Горженев. Наше время. К другим темам. Незаконная охота в Пономаревском районе задержали браконьеров. В их автомобиле полицейские обнаружили тушки убитых куропаток и подстреленную косулю, которая была еще жива. На место сразу же вызвали ветеринаров, но помочь животному уже не смогли. На охотников завели уголовное дело. За незаконный промысел им может грозить до двух лет лишения свободы. Страшное отравление оказалось циничным фарсом. Накануне в Орскую городскую больницу доставили пятерых студенток с подозрением на острую кишечную инфекцию. Однако ни медицинский осмотр, ни взятые анализы диагноз не подтвердили. Почти сразу же стало понятно, одногруппницы просто симулировали недуг, чтобы прогулять занятия. Сценарий этой трагикомедии подружки позаимствовали. Напомним, в октябре прошлого года сразу 19 учащихся Орского торгово-технологического техникума оказались на больничных койках. Позже стало известно, дизентерию все они подхватили в столовые учебного заведения. Не успело руководство техникум отмыться от этой грязной истории, как пять студенток напомнили о ней, разыграв спектакль с очередным отравлением. Как наказать симулянток сейчас решают в учебном заведении. Надежда на чудо. Оренбурженке Наталье Богомоловой срочно требуется помощь. Два года назад врачи поставили ей неутешительный диагноз – рак. Первоначальное лечение не дало никаких результатов. Болезнь по-прежнему прогрессирует. Шансы на выздоровление молодой женщине обещали подарить московские специалисты. Маленькая Милана пока не может определиться, какая с фотографией мамы ей больше всего нравится. На всех снимках Наталья Богомолова просто светится. Она полна сил. И казалось, что так будет всегда. Все изменилось после медицинского осмотра. Врачи озвучили неутешительный диагноз – у нее нашли рак. Я сразу не поверила, как будто это не со мной происходит вообще. Это не мое. И тут началось. Десятки обследований, череда курсов химиотерапии, многочисленные лекарственные препараты. Но этого оказалось недостаточно. Онкоболезнь по-прежнему прогрессирует. Операцию провели, сдавали анализы. Буквально 9 месяцев было все нормально. А вот через 9 месяцев началось все заново. Что ни день, то для Натальи преодоление. Каждое движение отзывается дикой болью. В условиях Оренбургской онкологической больницы ей, как оказалось, помочь не смогут. Надежда только на Москву. В онкологический центр имени Блохина. У нас, честно говоря, лечения не будет. Надо ехать срочно на Москву, не теряя времени. Нисколько. Только на первоначальный курс лечения требуется более 700 тысяч рублей. Таких денег у Натальи Богомоловой нет. Вот и надеется она на чудо и материальную поддержку оренбуржцев. Большого чуда ждет и пятилетняя дочка Милана. Для нее сейчас главное, чтобы мама побыстрее поправилась. Я одна в львове звонила, чтобы мама быстрее выстроила и не болела. Мы куда-то ходили, катались. Екатерина Тихоненко, Дмитрий Журавлев. Наше время. Добавлю, что все, кто готов помочь Наталье Богомоловой, могут звонить к нам в редакцию по телефону 310462. Мы поможем с ней связаться. Известный российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко примет участие в 4-м региональном медиафоруме. Он проведет творческую встречу с оренбургскими коллегами. Обсуждать будут перспективы традиционной и так называемой народной журналистики. Кроме Максима Шевченко, из столичных гостей свои мастер-классы проведут журналист российской газеты Валерий Выжитович и основатель портала геометрия.ру Александр Соколов. Добавлю, что региональный медиафорум пройдет в пятницу, 31 января, в Оренбургском драматическом театре. В его работе примут участие несколько сотен журналистов из всех районов области. Они будут спорить, обмениваться мнениями, а лучшие представители четвертой власти по итогам года получат губернаторские премии. К новостям спорта. Все решилось в овертайме. Медногорский «Металлург» одержал 15-ю победу в первенстве молодежной хоккейной лиги «Б». Накануне «Красно-Белые» встречались на выезде с ангарским «Ермаком» и сумели переиграть хозяев льда с минимальным счетом 4-3. Победу медногорцам в дополнительное время принес Василий Радостев. Что еще интересного в мире спорта, расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Тыщенко. Владельцы «Опель» и «Шевроле» уже сумели оценить все преимущества официального дилера «Легион Авто». Ведь это полный спектр услуг по продаже автомобилей, страхование, кредитование и трейд-ин. Это профессиональный сервисный центр, где выполняется качественный кузовной и механический ремонт. «Легион Авто». С нами вы приобретете именно то, что ищете. От новости спорта на телеканале «Регион» здравствуйте. Три матча за пять дней. Южный Урал едет в заключительный гостевой турнир регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. На этой неделе арчане проведут три поединка. Уже завтра синебелых ждут в Рязани. 31 января южный ураль сыграет в Пензе с местным дизелем. И, наконец, 2 февраля урские хоккеисты выяснят отношения с хоккейным клубом «Саров». Отмечат, что в чемпионате высшей хоккейной лиги Южный Урал опережает всех своих ближайших оппонентов. По состоянию на сегодняшний день арчане занимает в турнирной таблице шестую строчку. Дизель, Рязань и Саров располагаются гораздо ниже южноуральцев. Занимает 10, 18 и 24 места соответственно. Белые тигры продолжают бить рекорды со знаком минус в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Накануне арибуржцы потерпели уже 36-е поражение в регулярке, уступив на своем жду Нижегородской «Чайке» 2-5. Уже после первого периода на табло «Звездного» горели отнюдь нерадостные для фанатов нашей молодежки 0-3. Отличились Руденков, Ильин и Иванов. Во второй 20-й минутке нижегородцы добавили к трем шайбам еще одну, а вторым четвертого гола стал Шураков. Тигры ответили на это двумя точными выстрелами Сергеенко и Лихачева. В заключительном игровом отрезке в воротах хозяев побывала еще одна шайба. На 56-й минуте отличился Вилков, подведя таким образом итог неудачного для арибуржцев матча. В итоге 5-2 «Чайка». И пока это все новости спорта. До встречи. Важная информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 29 января, в некоторых домах областного центра не будет электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно на сайте компании в интернете, а также по телефону 56-83-38, либо 98-48-48. На этом все. Завтра в этой студии Ирина Шмидт. Вам отличного настроения и до встречи. Прическа ведущий. Салон красоты для Санте.